Добрый день, помолимся. Спасибо. Христос Воскресе. Поверьте. Просаживайтесь. Итак, мы с вами продолжаем изучение книги пророка Даниила. Это период, когда еврейский народ был уведен, мы с вами говорили, в Вавилон, при царе на Мухаммоносове. И период, когда был разрушен Иерусалим, уничтожен Иерусалимский храм. Израиль как государство уже не существовало. Не было богослужений в Иерусалимском храме. И, казалось бы, от религии, богооткровенной религии, ничего не должно остаться. Но, как вы понимаете, мы с вами говорили о том, что говорит Господь, в том числе и в книгах пророка Моисея. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Это говорит о том, что мы имеем дело не просто с религией, связанной с традициями того или иного народа, с религиозными взглядами, культом того или иного народа, но, соответственно, храмами, богослужениями и так далее. Мы имеем дело, прежде всего, с живым Богом. И что бы ни происходило среди носителей, Бог остается верным себе. Потому и с религией ничего не происходит. Вера остается без храма, без государства, без культа, без тех традиций, к которым привык народ. И один из представителей, носителей этой живой веры является пророк Даниил, который, будучи молодым отроком, был уведен, мы с вами знаем, в плен, вместе со своими друзьями сохранил истинную веру. Сохранил веру единого Творца и, более того, как мы видели, едва не пострадал за то, что ежедневно молился из своего окна, которое открывалось в сторону Иерусалима. То есть вера – это сугубо духовное явление, феномен, который может быть свободен от таких артефактов, каких-то серьезных, монументальных храмов, иерархий и так далее. Ведь иерархии не было, мы же с вами это прекрасно знаем, да? Храм был уничтожен, цари благочестивы были уничтожены, народ уведен в плен. Но, собственно говоря, проводя такие аналогии с нашим временем, с 20 веком, мы наблюдаем практически то же самое, что было в течение 70 лет советской эпохи. Храмы были закрыты или уничтожены. Монастырь, в котором мы с вами сегодня молимся, ведь он был закрыт, а насельники были репрессированы. Сегодня мы с вами продолжаем являться носителями той самой веры, которая была у тех самых людей, которые строили эту обитель. Ведь ничего это же не изменилось, да? Хотя богослужений не было. Около 70 лет, ну без малого, служб не было, а священнослужители были репрессированы. И даже в этих условиях продолжалась передача того, что мы называем через живых носителей веры. Вот очень часто, когда празднуется праздник Жод Мироносец, кого отмечают? Отмечают нашим бабушек, мам, тетям. Потому что в то время, когда мужчины боялись исповедовать православие, женщины являлись едва ли не единственным носителем живых веры, веры, которые тайно брали детей, договаривались с духовенством, крестили детей, приобщали детей к вере. Это я еще застал, когда просворы тайно разносили бабушки по домам из кафедрального Захумского собора и так далее, и так далее. То есть живыми носителями веры, точно так же, как у креста, когда апостолы рассеялись, остались кто? Жены Мироносецы. В нашем случае это наши самые бабушки, матери, тети и так далее. Еще более трагично это можно наглядно увидеть на примере известных Соловков. Соловецкий монастырь, который был как монастырь, закрыт и затем функционировал как лагерь. Лагерь особого назначения. Слон и стон. Знаменитые лагеря Советского Союза, куда ссылали многих людей. В том числе и за исповедование православия. Они сидели, в том числе и за это большое количество духовенства там сидело. И вот у вас вспоминание многих архиереев и священнослужителей, которые там были. Ну, священники и архиереи есть, но храма-то нет. Литургию как совершать? И вы знаете, брали прокисший морс клюквенный, который раздавали заключенных. Брали вот эти небольшие куски, хлебом нельзя было назвать, чего-то там спеченое для заключенных. И вот на этом служили. Вот на этом служили в камерах, на этом служили в местах заключения. То есть, носителем веры является не просто там какая-то отвлеченная традиция, не просто там какое-то отвлеченное духовенство, а живыми носителями веры являются живые верующие люди. Потому что самый главный престол Божий на земле, он находится вот здесь. Это не камни, это не строения гигантские, которые можно построить там за большие деньги и так далее. Престол Божий вот здесь располагается. И вот отсюда Господь наблюдает, возносится ему благоуханная молитва или нет. А не из динамиков от него. Вот отсюда. Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Даниила, и мы видим, что несмотря на то, что Иерусалимский храм уничтожен, несмотря на то, что носители истинной религии разогнаны и рассеянны, вера продолжает сохраняться. И вот пророк Даниил, один из примеров ярчайших, носители этой веры занимают достаточно высокую должность в Вавилоне. И затем мы с вами наблюдаем, как меняется одно, одна империя меняется другой. То есть Вавилон, Паум, на смену его пришло Миноперсидское царство, а Даниил продолжает занимать достаточно высокую должность при дворе. И он толкует сны, помимо того, что сам является носителем веры, он толкует сны разным царям. И Навухадоносора, и явление Балтасару, которое было, он растолковывал. Вот сейчас, в данный момент, мы в 8 главе, с 7 главой начинаем, мы начинаем рассматривать видение, которое уже Даниил толкует не кому-то, не каким-то царям, а которые Господь посылает ему непосредственно. Уже нет никаких посредников. То есть Даниил выступает непосредственно в роли пророка не для кого-то, а растолковывает видение, которое видит сам. Это 7 глава, и вот сейчас 8 глава. Пожалуйста. В 3-й год правления царя Балтасара мне, Даниилу, было видение, после того, которое уже явилось. Да, спасибо. О каком видении, Игорь Ильич, о котором мы читали на прошлой нашей встрече, да? Почему царя Балтасара? Мы как бы хронологически после 6 главы вновь отъезжаем немножечко назад, потому что Балтасар, он сразу после, на выходоносках, это еще Вавилонская империя, это еще до завоевания персами этого государства, и вот при этом царе Балтасаре у Даниила некое видение, оросис, на греческом, сектуагинтанаму, это вот слово предоставляет видение, зрение, некий вид предстает перед ним, или хазар, видение, откровение, сновидение на иврите. Второй стих, пожалуйста. В своем видении я находился в лепости Сузы, что в корице Элан. В этом видении я находился возле канала Кулана. Я поднял взгляд и увидел барана, который стоял рядом с Тананом. У него было два рога. Оба рога были длинными, но один был длиннее другого, и вырос он позже. Я видел, как баран бодался к западу, к северу, к югу. Ни один зверь не мог противостоять ему, и никто не мог спасти. Спасибо. Спасибо. Итак, он видит некий креон барана, креон, или аил на иврите, овен, баран, в то же время селась в вождь, в то же время крепкое дерево, столб и притвор. В своем видении пророк Данил переносится в Сузу, это город Шуша, в западном Иране. Это центр Берсидского царства, на тот момент это территория древнего Эландского царства. И вот в этом городе он находится в ссылке, поскольку при Балтасаре новый царь, Балтасар, придя к власти, он избавился от всего окружения предыдущего царя. Он всех, для того, чтобы укрочить собственную власть, он отправил ссылку всех тех сановников, которые были при нам уходоносы. Всех. В том числе попал в немилость и сам Даниил находился на территории Иландского царства в ссылке. Находился в ссылке. Когда мы говорим о том, что он увидел барана, мы должны понимать, о какой державе идет речь. В первом видении, самом первом о Навуходоносоре мы помним некого истукана. Вы помните, да, с золотой головой, которая символизировала у нас Бавилонское царство, затем серебряную кругу, да, затем это Мидро-Персидское, да, бронза-то это уже греческое, там потом мы говорили железной частью, Глинин это уже Рим и так далее, и так далее. В видении, значит, предыдущем было практически все то же самое, тоже повторилось видение барсов, там, медведей мы с вами говорили, да, самое главное льва, золотого льва с крыльями, это вот Бавилонское царство, а сейчас он видит не хищников, которые символизируют империи, а сейчас он видит барана, он видит барана, и баран это символизирует Мидро-Персидскую империю, это Мидро-Персидская империя под руководством Ахимминидов, и она бодалась на север, на запад, на юг, это говорит о распространении империи во все концы, практически, во все концы, куда она могла распространиться. Мидро-Персидская империя получила свое развитие в шестых, четвертых веках до Рождества Христова. Это вот период, который вот краешком задевает сам пророк Даним, когда он там живет. Занимала она территорию Бередней Азии, северо-восточной Африки, а к концу шестого века границы проостирались до реки Инд, то есть до Индии, на полуострове Индостан. Это Пакистан, Афганистан вот эта территория, да? Совершенно верно, да. До Игейского моря на западе, до первого порога Нила на юге, то есть до Египта, а на севере до нас. До Закавказья. Вот вы представляете себе, да, размеры этой гигантской Мидо-Персидской империи. Почему два рога? Потому что она Мидо-Персидская. После того, как Персы присоединяются к этой империи, она становится еще более могущественной, еще более воинственной. Вот тот, который потом присоединился, он начинает завоевывать все больше и больше, собственно говоря, о чем мы читаем. Далее. Он делал, что хотел, и становился велик. Пока размышлял об этом, внезапно с запада явился козел, который шел по пыльцу всей земли, не касаясь. С запада явился козел, представим себе это на карте, да, с запада от Персии появляется козел, который движется так, что не касается земли. Это стремительно так передвигается. Далее. У козла между глазами был большой рог. У козла один рог, который козел еще между глаз идти на руку, да? На руку. Да. Далее. Он пошел к двурогому барану, которого я видел стоящим у канала, и в страшной ярости бросился на него. Я видел, как он, приблизившись к барану, и, рассвилипел, поразил баран, сломал оба рога. Баран не мог противостоять. Козел швырнул на землю и растоптал и не было никого, кто мог бы спасти от него баран. Козел сильно возвеличился, но на вершине его силы в большой роге ему было слово, и на его месте выросли четыре дивных рога. Один рог был слово, на его месте выросли четыре рога. Далее. Обращенные к четырем сторонам света. Из одного из них вышел другой рог, который сперва был мал, но потом очень сильно вырос к югу и к востоку и к прекрасной стране. Он вознесся до небесного воинства, поверг его на землю, часть его и часть звезд, и растоптал их. Даже против князя воинства он поступал высокомерно. Он отнял любую ежедневную жертву, и место его святилища было порога. Из-за мятежа воинства было отдано ему вместе с ежедневной жертвой. Он поверг истину на землю и преуспевал во всем, что творил. Затем я услышал одного святого говорящего и другого святого, сказавшего тому, кто говорил. Сколько времени продлится то, что было в этом видении о ежедневной жертве, о мятеже, за которым следует опустошение, оставление жилища и о воинстве, которое будет попрано. Другой ответил ему, две тысячи триста вечеров и утр, затем святилище будет освящено заново. Пока я Даниил увидел это видение и старался понять его, вот перед мной встал некто в облике человека и я услышал над каналом кулай человеческий голос завущий. Гавриил, объясни ему это видение. Да, объясни это видение. Далее. Когда он подошел к тому месту, где я стоял и испугался и пал низ, сын человеческий сказал мне, пойми, что это видение относится к концу времен. Да, к полноте времен относится это видение. Когда он говорил со мной, мне упал ничко в уборке обман. Он прикоснулся ко мне и поднял меня на ноги. Он сказал, слушай, я расскажу тебе о том, что произойдет потом, во времена гнева, потому что видение относится к установленному времени конца. В уроке баран, которого ты видел, это царь Мидии и Персии. Да, то есть это не я толкую, это сам пророк Даниил растолковый. Итак, двурокий баран, которого вы видите, это царь Мидии и Персии. Далее. Косматый козел, это царь Греции, а большой рог у него между глаз, это первый царь. Итак, косматый козел, который несся с запада так стремительно, что не касался земли, это Александр Македонский, который уничтожил, заводал поверх на землю этого барана, то есть Мидо-Персидскую империю, и почти полностью ее захватил, также выйдя к реке Инд, то есть вплоть до Индии. Далее. Четыре рога, сменившие первый, который был сломан, это четыре царства, которые возникнут из этого народа. Очень недолго Александр Македонский правил, и когда он скончался, это начало четвертого века, когда он скончался, четыре диадоха, то есть наследника, поделили его империю между собой. Далее. Но не будут обладать той же силой. Да, но поскольку они были разделены, это уже не та общая гигантская империя, впрочем, сохраняющая культурные связи, потому что это первый опыт глобализации. По всей территории от Европы до Азии будет распространен один язык, греческий, и будут построены центры культуры, Александрии. Далее. В конце их царствования, когда мятежники достигнут предела беззаконник, когда мятежники достигнут предела беззаконник, то есть будет некий мятеж в народе святом, далее, явится жестокосердный царь, искусный в поздних. Он станет очень силен, то есть из этих четырех кто-то выйдет, так далее, хотя и не свои собственные силы. Он произведет непостижимое опустошение и предуспеет во всем, что не сделает. Он будет убить сильных и святой народ. Сам израильский народ вновь пострадает. Его хитрость даст его коварным планом успех, и он сочтет себя великим. Без предупреждения он погубит многих, и на князя князей восстанет. Спасибо. Вот интересно, да, Данил сам находится в плену, никакого израильского государства не существует еще. Возвращения евреев еще не произошло, храма нет, а он видит видение о том, что вновь будет порушено и разрушено. Он не видит второго храма, первого уже уничтожен, второго он не видит, а Господь ему уже открывает то, как будет поруган второй Иерусалимский храм. Значит, будет возвращение народа, значит, будет восстановление царства. Данил, ну, вы представьте себе человека, который был уведен в плен. У него это в голове не умещается, он не может этого понять, он не может этого вместить в себя все эти откровения. Итак, первый образ, образ барана, это Медоперсидское царство. Союз медийцев и персов дает возможность глобального распространения практически по всей Азии. На западе они доходят, вот мы на юге видим, до Египта, на западе до Греции. Козел, который несется, не касаясь земли, стремительно сносит этого барана, это Александр Македонский. Впрочем, недолго он этим единым рогом эти завоевания производит, где-то с 323-го по 301-й год, то есть сразу после смерти Александра, начинаются войны, серия войн за наследие его империи. Вот это империя персов. Это империя персов. Ну, чтобы вам было более-менее ясно, вот это Черное море, вот здесь город, видите, вот, это Диус-Уриум, вот здесь, это место, где мы с вами находимся сейчас, в данный момент, это Каспий, да, это вот вся Азия, вот тут Индия, здесь Персидский залив, а вот это Саудовская Аравия, и вот это Ливия Египет, вот они. Далее, здесь мы видим Македонию, собственно говоря, и всю Малую Азию. Вот все это вместе, это империя персов. Мидо-персидская империя. Поэтому сказано, что Баран Бадал как на запад, так на юг, так и на восток, и никто его не мог остановить. Вот как разрослась империя во времена Хеменидов. Затем на этого барана наносится костер, сединым рогом. Он сносит этого барана, а это перед вами уже империя Александра Македонского. Фактически в тех же самых границах. вы видите точно так же на востоке это Индия, но на западе естественно прирастает сама Македония и сама Греция, конечно же царь Македонии, Египет, и вот тут уже распространяется один язык, распространяется одна религия. Сюда входят, как вы видите, много царств, да, сюда входит Каппадогия, Армения, Мидия, Бактрия, Индия, Персия, Вавилон, Египет, и все они объединяются одним языком и одной письменностью греческой. Александр ведь везде правителями ставит своих ветеранов, ветеранов своей македонской армии. Они управляют теперь этими частями. Он везде строит Александрии, города честь себя, которые являются средоточием культуры и знаний. Если раньше знания аккумулировались той или иной территорией, носителями, которые были чаще всего жрецы, то теперь что происходит? Теперь открываются границы и знания перекочев с востока на запад, с севера на юг. Академии наук теперь много, центров теперь много, создаются библиотеки до нашего суха ведь дошло представление некое об Александрийской библиотеке. Таких библиотек было достаточно много, она была не единственная. И вот это империя вот этого единорога козла. Но мы с вами сказали, что 323-м он умирает в возрасте 33-х лет. И естественно, как только он умирает, между его наследниками начинаются дележ власти. А кто будет следующим? И империя распадается на 4 части. Диадохи полководца Александра Македонского вступают в борьбу за наследие своего царя. Борьба завершается битвой при Ипсе и приводит к образованию нескольких суверенных государств. Самый крупный из которых. государство селивкидов это Сирия. Вот то, что вы видите. Вот это гигантское образование. Вот он. Далее. Эллинистический Египет. Вот он. Синего цвета видите его. То есть это не тот древний Египет, в котором строили пирамиды. Вот мы часто говорим о царице какой Плеопатре. Она не была из рода древних египетских фараонов. Она уже из периода эллинистического. Она потомок вот этих самых правителей полководцев Александра. Вот как Египет уже вступает в период Римской империи. Далее Египет, Бифиния, Пергам и Македония. Вот вы видите Пергам и вот она Македония. Вот четыре крупные части, на которые делится Великая империя Александра Великого. Мы дальше видим о том, что помимо разделения на эти четыре рога, а мы помним с вами некое существо Барса с четырьмя головами. Помните, это же была как раз греческая империя, которая разделилась на четыре головы. Вот это и есть это разделение. Из них вылазит маленький рог. Помните видение маленького рога, который хулил Всевышнего? В данном случае то же самое. Этот правитель, который появляется на арене, он является прототипом антихриста. маленький рог, который затем вырастает и затем разрушает или оскверняет храм, прекращает жертвы, то есть богослужения, отбирает у самого Всевышнего эти самые жертвы, попирает избранных народов. Это то, что мы с вами изучаем, апокалиптическая литература. И потому образ, который здесь нарисован, он тоже апокалиптический, он имеет в том числе отношения и к последним дням. Апостол так и говорит, надлежит прийти антихристу, но и сейчас уже много антихристов. Чем характеризуется вот этот самый малый антихрист? Это человек, обладающий политической властью, у него действительно есть власть над тем или иным регионом, но почему антихрист, да, или почему они образы антихриста, он противопоставляет себя Всевышним. Каким образом? Он подменяет себя Творцом. Я правитель, я даю вам благо, почести, которые вы относите к Всевышнему, вы теперь будете приносить мне. Первым из таких образов, это кто в этих видениях в книге пророка Данила, это науходоноса. Помните, он ставит истуканов, он требует, чтобы поклонялись только им, а это истуканы его самого, это царь, пусть никто никому не обращается, помните, пусть обращаются только к тебе со всеми своими молитвами и так далее, и так далее. То есть, человек ставит себя на место Бога. Антихрист, это слово состоит из двух частей, да, анти и Христос. Анти, это не против. Вот у нас батюшка служит на престоле, там лежит такой плат, на котором совершается литургия. Этот плат называется антиминс. Минс, это престол, анти, это вместо. То есть, этот плат можно положить в каком-то другом месте и продолжать на нем богослужение. Он вместо престола. Антихрист, это не против Христа. Если вы против Христа, мы бы с вами сразу поняли, это вместо Христа. То есть, происходит подмена понятия. Если человек сразу выступит, сказал, все, церкви закрыть, христиан разогнать и так далее, мы бы сказали, ну вот, опять гонение. А тут очень тонкое прельщение происходит. Человек говорит, нет, вы продолжаете молиться, вы продолжаете совершать ваши обряды, но теперь вместо Христа я. вот такого рода подмена происходит. И образами антихристов являются и Навуходоносор, который себя выставляет, и этот самый Валтасар, который там из священных кубков Иерусалимского храма пьет, и этот самый Александр Македонский, который строит эти Александрии. Ну и конечно же среди его последователей это маленький рог, который образовался на месте вот этих четырех. Ну вот здесь образ Александра, это мозаика, которая дошла до нашего времени. Кто эти откровения раскрывает? Он увидел некого мужа, да? Некого мужа Гавриэля. Гэвер и Эль из двух слов состоит это слово. Муж силы Всевышний или Всевышний моя сила. То есть это не просто трактовка какого-то человека и даже самого пророка Даниила. Даниил объясняет ангел Гавриил, который нам хорошо известен по по сюжету Благовещения. Конечно, и был послан ангел Гавриил в город Назарет к Деве именуемой Марией. Вот этот самый Гавриил Всевышняя сила моя, он объясняет, растолковывает это видение пророку Даниилу. Ну, здесь вот еще раз как выглядят эти расформированные, да, эта империя. Вот здесь Птоломей правят, вот здесь Селевкины правят, это Азия, Антигон, он вот правит Малой Азией, вот здесь Симах, вот, собственно говоря, на территории Македонии и самой Греции. А это образ того, все, что осталось, правда, того малого рога, который мы видим. Это бюст правителя Антиоха 4-го Эпифана. Ибо маленький рог, который вырос, это один из царей селевкидов. Еще раз повторим, селевкиды, они вот здесь правят, видите, да, вот, это Азия. То есть они правят, собственно говоря, Сирией и в борьбе с Египтом, то есть с Птоломеями, отвоевывают Палестину, Святую Землю. Он укрепляется, он разрастается, это сирийский царь из династии, он македонского тоже происхождения, поскольку он сын Антиоха 3-го Великого, он внук Диодоха, собственно говоря, военачальник Александра Македонского, он тоже, как Александр, проводит политику эллинизации, и эта эллинизация оканчивается Сирией в восстании на территории Палестины, так называемых Маковейских войн. Мы с вами празднуем память мучеников Маковея, помните, матери и ее детей, которые отказались приносить жертву языческому богу. Почему? В период правления Антиоха 4-го Эпифана Сирийское царство очень сильно укрепляется, он распространяет свое влияние на Египет, он точно так же распространяет свое влияние до Индии, сам является сыном Антиоха 3-го и Лаунтийки, который является дочерью понтийского царя Митридата, он захватывает Иерусалим, этот маленький рог, и в алтаре Иерусалимского храма, уже восстановленного после возвращения, устанавливает идол Юбигера Зевса Олимпийского и отменяет принесение жертв на всей территории Палестины и требует принесения жертв евреев во славу Зевса Олимпийского, тех, кто празднует иудейские праздники, он приказывает убивать, и вот в этот момент мученики Маковея, то есть они приносят свинину и заставляют иудея ее есть, есть запрещенные продукты, которые вот Торой запрещены, и все эти дети ее погибают, но восстание, оно носит название Маковей, Маковей это молот, в переводе означает, поднимает восстание Юда Маковей, сын одного из священников, и после него все остальные дети этого священника, они возглавляют освободительное движение, которое оканчивается победой и разгромом войска Антиоха Четвертого Эпифана. Антиох Четвертый Эпифан правится 148 года по 142 то есть в течение тех самых 200 тысяч 300 дней, о которых говорится в видении. Было предсказано, что после этого святилища будет очищено, вот Иуда Маковей поднимает восстание, свергает, то есть разбивает войска Антиоха Эпифана где-то в начале декабря 142 года, освобождает святилище, то есть Иерусалимский храм и вновь его освящает. Антиох Эпифан узнав об этом издает указ об уничтожении всех евреев и всех священных книг. книг которые вы держите в руках должны быть уничтожены. Но через некоторое время он на полном ходу выпадает из колесницы, затем у него начинается болезнь та самая которая поразила свое время Ира. Он начинает гнить заживо под конец царства и он когда отступники исполняют меру беззакония восстанет царь наглый и искусство в коварстве. Это вот о чем мы сейчас читаем. А вот о каком о какой мере беззаконии говорится. Ведь Господь когда заключает завет с Моисеем мы с вами это проходили он говорит вы будете моим народом и до тех пор пока вы будете послушны моим заповедем я буду вашим Богом и вы будете побеждать то есть вы не будете испытывать давление на земцев но если вы нарушите заповеди мои придут завоеватели и поработят вас. Первый раз это понятно когда был уничтожен первый Иерусалимский храм но ведь при Дарии происходит возвращение израильского народа вновь отстраивается Иерусалимский храм а как он здесь отступление израильтян говорится итак причина появления Антиоха Епифана заключается в том что народ израильский превысил меру своих преступлений согласно книге Маковейской перед тем как пришел Антиох Епифан то есть появился вот этот малый рок в общине иудейская был первосвященник Иоаннай а первосвященник это руководитель собственно говоря религиозный лидер народа который был очень прогрессивных взглядов он утверждал что Моисеев закон устарел и от него можно спокойно избавиться закон иудейский нужно либо отбросить либо реформировать и стать на передовые позиции и перенять эллинистическую культуру заметьте когда мы говорим об архаичной эпохе речь идет не просто о переносе на себя культуры еды или культуры ношения одежды речь не об этом речь прежде всего о религии что значит перенести эллинистическую культуру это не просто язык перенести это не просто одежду это значит начать Поклоняться также богам, как это делают во всем эллистическом мире, богам во главе с Зевсом Олимпийским. На местах они носили разные местные названия эти боги. Для этого первосвященник, заметьте, в нашей аналогии это патриарх, вначале вел гимназии, гимнастические залы, где занимались уже еврейские юноши. Гимнастиями они назывались, помимо спортивных состязаний, потому что в начале занятий нужно было пропеть гимн языческим богам, Геркулесу и Дионису. То есть гимны нужно было пропеть. Чтобы быть с новой культурой, первосвященник Иоанн устроил гимнастии прямо под Иерусалимским храмом. Вот о таком роде отпадение в начале предупреждает ангел Гавриил. Потом он начинает приветствовать единство культурных мероприятий и для этого сам начинает участвовать в празднике Диониса. Кто такой Дионис? Это бог виноделия. Этот праздник первосвященник Иоанн, Иоанн, вводит в Иерусалиме. Вы представляете, Иерусалим и праздник в честь бога виноделия в нем празднует. После таких синкретических беззаконий, вот после всего этого, после религиозного отпадения приходит Антиох Епифат. Вы хотели быть частью эллинистического мира? Пожалуйста, вот вам правитель эллинистического мира, прямой потомок Диадохов Александра Македонского, Антиох 4-й Эпифат. Далее. Он будет сокрушать, но не человеческое его корень. Видение о вечерах и утрах, которое было рассказано истинно. Но ты скрой это видение, потому что оно относится к далекому будущему. Да, для самого Даниила, который живет в VI веке, то, что будет происходить почти под конец истории, то есть ближе к Рождеству к Христову, это, конечно, далекое будущее. А конец времен, это полнота времен. Что такое полнота времен? Когда исполнились времена, приходит Христос. То есть, встык того, что мы сейчас, согласно нашему летоисчислению, называем до нашей эры и после нашей эры, вот это и есть полнота времен. Это и есть тот конец времен. Но в то же время, это и конец времени апокалиптического. Почему? Еще раз повторюсь, потому что аналогии. Аналогии, они проходят и сквозь Антиоха и Пифана. Они и к нашему времени могут быть подведены. Практически то же самое, мы с вами это будем проходить, я надеюсь, Бог даст. Мы читаем книги Откровения Иоанна Богослова. Там тоже должно быть отпадение. Там тоже должно быть искушение в конце времен. Там тоже должен быть тот, который себя подставит на место Христа. То есть, Антихрист. Ты должен сокрыть это. Тут стоит стамп. Заварить, засыпать, скрыть, быть заделанным. Для чего? Что значит сокрой? Сокрой не для того, чтобы никто об этом не прочел. Сокрой в смысле сохранить. И для того, чтобы в древности что-то сохранить, его нужно сокрыть. То есть, все нужно сохранить. Носитель информации. Носитель информации тогда, как и чуть позже, это что-то, на чем писалось. Это либо пергамент, либо еще какой-то носитель. Каменный или деревянный. Но чаще всего это позже. Это пергамент. И вот он должен быть сохранен. Я, Даниил, был изнурен. Несколько дней болел. Потом я встал и начал заниматься царскими делами. Я был потрясен введенник и не понимал. Понять человеку, который уведен в плен после разрушения первого Иерусалимского храма, это достаточно сложно. Вместить ту информацию, которая для нас с вами является обычной и понятной, только потому, что мы хронологически находимся дальше и можем назад посмотреть. Мы уже знаем о всех событиях, описанных здесь. Мы прекрасно понимаем, кто такой царь греческий. Мы прекрасно понимаем, кто такой царь медийский, персидский, да, и так далее. Даниил живет только в самом... Еще медоперсы не пришли на момент этого откровения. То есть для него осознать все перипетии истории, которые мы с вами проходим, достаточно сложно. Его бренное тело настолько потрясено, что оно изнурено, и он несколько дней не может заниматься царскими делами. Он лежит и только после этого встает и начинает ими заниматься. На этом мы с вами заканчиваем восьмую главу, переходим к девятой. Следующая наша встреча будет, даст Бог, после всех праздников, которые сейчас идут, престольных праздников, воскресенья и троицы. Я думаю, где-то уже в июне месяце мы с вами продолжим наши занятия. Если есть вопросы, можем ответить. Если нет, давайте помолимся. Большое спасибо. Христос воскресенье.